Прокурор Гомельской области Виктор Морозов и старшиня Гомельской областной организации Республиканских громадских объединений «Белая Русь» Галина Терешенко сегодня провели суместный прием граждан. Со своими проблемами, некоторые из которых не выращаются протяглый час, пришли около 20 человек. Такий суместный прием керавников областной прокуратуры и громадской организации прошел в другий раз. Наибольшезначная количество огученных сегодня проблем тычилось судовых решений. Жихары в улице Бакунина не могут найти взаиморазумения с Гомельским водоканалом. Не допомогли ни шесть судовых посаджений, ни 32 коллективные завороты в разные инстанции. Некто скарзится на соседей, с которыми не отримывается вырешить замельные питания, некто на незаконное на их погляд присвоение громадской майомости. Среди других сегодняшних заворотов можно выделить так само скаргу на индивидуального предпринимательника, который заработал в Москве и не выплатил сумму, эквивалентную тысячи белорусских рублев. И еще одна грошовая тема – тишица выплаты долгу. Четыре года тому неполнолетние украли у гомельчанина машину коштом 6 тысяч долларов, за какую уладальнику в якости компенсации теперь выплачивается по 30 рублев что месячно. По словам прокурора Гомельской области Виктора Морозова, приемы, которые проводятся вместе с представителями громадских организаций, больше эффективны, потому что у громадских приемных люди отчувают себе больше спокойно, чем у стенах правоохранных структур. А про то, что суместные приемы позволяют выращать охудшенные проблемы в комплексе. Функции прокуратуры сегодня многогранные. И есть у меня право приносить протесты по уголовным делам надзорные, по гражданским делам. Мы можем поправить орган, который ведет административный процесс. Ну а также вмешаться в тех случаях, когда нарушается социальное право граждан, право на труд, на получение заработной платы. Мы, конечно, в таких случаях немедленно реагируем. Ну и где-то предполагается вмешательство не только государственных органов, но и общественных органов, которые могут оказать социальную, адресную помощь тому или иному гражданину.